На прошлой неделе мы посетили Тальменскую ЦРБ, три педиатра которой обслуживают 42 населенных пункта. Двое из них – молодые врачи. Они целыми сутками ездят на вызовы и заменяют юным пациентам всех специалистов. Я педиатр поликлиники. Поликлиника – это место, где приходишь лечиться амбулаторно, а отделение – это где лежат тяжелые дети. Чтобы лечить таких детей, нужно пройти специализацию на уровень высшего. То есть берешь на себя добровольный риск, ответственность и идешь. По программе «Земский доктор» молодые врачи могут получать по полтора миллиона рублей. Но даже это не является стимулом. Специалисты из села бегут, нередко не дорабатывая положенный срок и возвращая государству деньги. Причины кадрового голода главный врач Тальменской ЦРБ пояснил письменно. Очень жаль, что нынешняя молодежь, да и врачи постарше не хотят и не стремятся работать на селе. Скорее всего, это связано с тем, что в сельской местности тяжелее работать, чем в городе. Это и большая загруженность во внеурочное время. Прошло то время, когда врач отдавал себя без остатка пациентам. Пересмотрены моральные принципы. На первое место вышли материальные ценности. А в сложившейся ситуации в стране и в мире не всегда есть возможность удовлетворить завышенные запросы сотрудников. Иными словами, по мнению главврача, острый дефицит медиков в районе сложился не из-за уровня жизни в селе или напряженных условий труда, а исключительно из-за отсутствия моральных принципов специалистов. К слову, последних оставшихся в районе врачей после выхода в эфир сюжета ждал неприятный разговор. А одного из участников съемки, по нашим источникам, уволили с работы. Теперь некоторые жители Тальменки боятся в открытую рассказывать о проблемах малой родины. Говорят, себе дороже. Анара Шагирова, Александр Антропов. День с толком.